И все же 8 марта не столько повод поговорить о гендерном и финансовом неравенстве, сколько возможность просто поздравить и поблагодарить женщин. Отмечают эту дату более чем в 100 странах, но в Украине и Международный женский день приобретает политический окрас. С подачи Института национальной памяти в запахе тюльпанов и мимоз учуяли дух коммунистического прошлого и предложили отменить празднование в этот день. Что думают о такой инициативе украинцы и как ее расценивают политики? Многие цветочные лавки в столице сегодня открылись в 6 утра для самых ранних покупателей. Об идее отменить 8 марта здесь не слышали, правда жалуются. Покупателей меньше, чем в прошлом году. Больше покупают? Очень плохо. А как думаете, чего? Потому что денег нет у людей. В прошлом году лучше было. А очереди стояли. В этом году все пропало. 8 марта могут отменить уже в следующем году, заявил сегодня директор Института национальной памяти Владимир Ветрович. Именно он инициатор отмены выходного в Международный женский день. По словам Ветровича, 8 марта пережиток советского прошлого и подлежит декоммунизации. Заодно выходной могут отменить и 9 мая. Я думаю, что мы позбудемся до каких-то таких атовизм, как Роднянский свят, как 1-й или 2-й травня. 8 марта залишится международным женским днем, но мы пропонуем его не делать. Выходным днем мы пропонуем перенести выходный день с 9-го травня на 8-й травня. Позже уже на своей странице в фейсбук Ветрович объяснил, Украина не должна составлять кампанию России, Северной Кореи и, например, Уганде, где этот день выходной. Но вот для многих такое сравнение оказалось весьма странным, ведь помимо этих государств 8 марта праздник еще более чем в 130 странах. Может еще и Новый год отменить? То есть это другой международный праздник совершенно? Я считаю это бред. 8 марта наш праздник. Ну, праздник девушек. Все в порядке вещей. Мужчины делают подарки своим любимым девушкам, женам. Международный женский день в мире празднуют действительно по-разному. К примеру, в Израиль традицию отмечать 8 марта привезли репатрианты из бывшего СССР. Теперь женщин здесь поздравляют и родные, и близкие, и политики. А в цветочных магазинах к буму продаж готовятся заранее. Интересно было наблюдать, как менялось отношение к празднику. Местные его не отмечали, но когда появилось много выходцев из бывшего Советского Союза, которые в этот день одаривают своих дам букетами, израильтяне стали им подражать. Сегодня у нас особый день, тот самый, который кормит целый год. В Европе 8 марта день рабочий. Однако еще накануне в Еврокомиссии опубликовали поздравления к женщинам всего мира. Правам женщин сегодня посвятил часть своего выступления и генсека ООН. Я верю, что когда женщины будут наравне представлены во всех сферах нашего общества, мы станем сильнее, развитее, и нам будет легче поддерживать мир и защищать права человека. Единственный способ защитить женщин – это делать все для увеличения их присутствия в госучреждениях, в политических структурах, среди бизнеса, в мирных переговорных процессах. Накануне поздравил женщин с праздником и премьер, а президент особо отметил представительниц прекрасного пола, которые служат в вооруженных силах Украины. Очень важна ваша роль в защите Батьковщины. Я твердо уверен, что с такими женщинами наше найкраще в свете войско точно не победит. Следует отметить, что в Народном фронте партии, в которую входят и директоры Института национальной памяти, на поздравления поскупились. Но вот в оппозиции пообещали – не допустят отмены праздника. Мы этого не допустим, поскольку у женщин должен быть свой праздник. На плечи наших женщин свалилась сегодня, пожалуй, самая большая тяжесть из-за экономической и политической ситуации в стране, и мы их должны максимально поддержать. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших женщин с 8 марта, пожелать им счастья, добра, мира, тепла в доме, и заверить, что мы сделаем все для того, чтобы этот праздник остался, и он был всенародным. Об отношении к Международному женскому дню накануне высказались сами украинцы. По данным соцопроса компании ТНС, 47% украинцев считают 8 марта хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, и лишь 9% опрошенных назвали этот день советским пережитком. Алексей Пшимыский, Алла Матюшок, Сергей Ауслендер, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...